Несколько слов о модной девочке Грете Тумберг, о Карлсоне и о сказочных корнях безуглеродной энергетики. На самом деле о первых двух персонажах почти ничего. Их на обложку только для того, чтобы внимание привлечь. Хотя про Карлсона можно сказать, что этот чувак летал. Вы помните, у него индивидуальный летательный аппарат был, который работал от варенья. То есть Карлсон поедал варенье, то есть почти углеводород. Конечно, не углеводород, а чистые углеводы. Но углеводы нужны для того, чтобы питать человека. А в принципе, он весьма нехило потреблял углероды для того, чтобы перемещаться в пространство. И, собственно, не задумываясь оттуда о том, откуда Карлсон брал варенье, точно так же современные экоактивисты не особо задумываются, откуда берется электричество, например. Ну, очевидно, что оно берется из розетки. Но как оно туда попадает, неглубоко проникает в голову большинства экоактивистов. Что хочу сказать в этой связи. Мир ежегодно потребляет больше 150 тысяч тераватт-часов энергии общей. При этом электричество из них всего чуть-чуть больше 20 тысяч тераватт-часов. А возобновляемые источники, в основном это как раз то, что дает нам электричество, 15% от общего электропотребления человечества. Из них лишь 5% это не гидроэлектростанции, а новомодные технологические, там, солнечные, ветряные источники энергии. То есть меньше половины процентов от общего энергопотребления человечества, меньше половины процента, это технологичное, ну, то есть ветряки и солнечные электростанции, то есть без учета дров и солнечных кипятильников энергии. То есть полпроцента это то, что мы потребляем, то, что мы производим в виде энергии теми способами, которые сейчас пытаются привести на смену нашей классической углеродной энергетики. При этом как мы тратим энергию, вот эти 150 тысяч тераватт-часов? Примерно четверть расходуется, ну, в среднем по миру, на производство, добычу и транспортировку энергии, ну, и энергоносителей. То есть четверть из производимой энергии расходуется обратно в энергетике. Примерно так. 35-40% это то, что дает жизнеобеспечение человеческой цивилизации. Сельская хозяйственность, промышленность, инфраструктура. 20% транспорт и личный, и коммерческий. Бытовое энергопотребление, тепло, свет, приборы, это всего лишь 11% в целом по миру. Ну, для Европы это больше 25%, там даже больше 30%. Для России примерно четверть всей энергии потребляется зданиями. Но в целом по миру 11% бытовое, 5% коммерческое, поэтому суммарно, значит, 16% это энергия здания. Строительство ветряков, солнечных электростанций, энергохранилищ. Это все требует энергии. И требует энергии сопоставимой по объемам с тем, которая ожидается к выработке в случае, значит, строительства этих генерирующих мощностей. Энергосбережение, то есть снижение потребления энергии, на самом деле в чистом виде энергосбережение это просто не тратить энергию. А энергосбережение, как нам его преподносит, это мероприятие направленное на снижение потребления энергии. Так вот, энергосбережение также требует затрат на энергосберегающие мероприятия. Часть из требуемых затрат уже сейчас могут не вернуться экономии при эксплуатации, Поскольку многие так называемые энергосберегающие мероприятия требуют на свою реализацию столько энергии, сколько потом при последующей экономии мы не сэкономим. В далеком уже 2012 году я готовил для аналитического центра при правительстве России справку о подснижении энергопотребления при реализации проекта требования энергоэффективности. Тогда предполагалось, что мы установим такие требования к ограждающим конструкциям зданий, в два раза их повысим, и это должно дать прекрасный эффект для экономики страны. Я готовил справку, какого эффекта можно реально ожидать. Эффективность – это ведь отношение полезного эффекта к затратам. То есть, если мы тратим энергию на последующее снижение энергопотребления, то эффективность – это соотношение между тем, что мы потратим, к тому, что мы получим. И именно затраты я предложил посчитать. Подробный рассказ об этом, более подробный, есть в двух роликах на канале, ссылка внизу в описании к видео. А здесь краткая выжимка. Через оболочку зданий в России теряется до 5% от всего энергопотребления. На здания суммарно 25%, но на оболочку конкретно только до 5%. В год строится и обновляется примерно 2% от общего фонда зданий. За 10 лет мы можем снизить потребление энергии в масштабах страны на 0,5%, если реализуем мероприятие по двукратному снижению потерь через оболочку зданий, вновь вводимых и реконструируемых. Подробный расчет там отдельно приводил, но получается, что прямой энергетический эффект от повышения требований, к оболочке зданий, может появиться не ранее, чем через 25 лет от момента начала их внедрения. И то при условии идеальной реализации. Суть в том, что через 10 лет годовое энергопотребление зданиями может быть снижено, если все новые здания будут потреблять энергию на компенсацию теплопотерь через оболочку, в два раза меньше, чем ныне строящиеся. Так вот, через 10 лет годовое энергопотребление может быть снижено примерно на 12 миллиардов киловатт-часов. При условии, что годовое энергопотребление строительной отрасли вырастет примерно на 29 миллиардов киловатт-часов. Таким образом, попытка повысить энергетическую эффективность зданий введением прямых требований сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций приведет к обратному эффекту, к росту потребления энергии и экономикой. Такая вот небанальная штука. И это мы разобрали директивное вмешательство в энергопотребление на примере зданий. В масштабах всего мира логика та же. Хотите снизить потребление энергии, Конечно, заботитесь о повышении энергоэффективности, но в первую очередь снижайте личное потребление. Ну, или другое потребление. Хотите снижать потребление энергии, пересаживайтесь с автомобиля на скутеры, потом на электросамокаты. Переселяйтесь из квартир в студии площадью 8-12 квадратных метров. Переезжайте в дома капсулу по 25 метров. И не больше. Покупайте себе одно пальто и две пары сапог на всю жизнь. Вот способ вернуться к энергопотреблению на уровень 19 века. Щида каши – пища наша. Никакого мяса, никаких цыплят-бройлеров. Это к тому предел реализации зеленых экологически заботливых идей, которые нам двигают с высоких трибун. Между прочим, доклад «Пределы роста» подготовленный еще в 1972 году далекому. Говорил, что население Индии никогда не сможет превысить 400 миллионов человек, потому что где они все там перемрут с голоду, почва истощаться. Сейчас население Индии существенно больше миллиардов. И никаких признаков того, что экосистема не вместит больше, не наблюдается. Думаю, что алармизм – нездоровая тенденция. Надо с ней как-то бороться с здравомысленными действиями и просто наличием здравого смысла у себя в голове. Однако, для ИЖС можно проектировать грамотно и рационально, без стремления к мифическому нулевому потреблению энергии зданий. Ну и при этом, да, без расточительного отопления улицы. Именно так мы и проектировали. Поэтому добро пожаловать к нам за грамотными проектами «Каменных дамов». Спасибо за внимание.